За волной пандемии очень скоро пришла волна звонков о помощи, и ее принимали социальные работники. Валентина Тарасова объясняла жителям возможные меры поддержки, записывала адреса, списки продуктов, сама их отвозила и даже относила. За первые месяцы сюда обратилось 1200 человек. У нас волонтерами как раз работали сами сотрудники. Причем, вы знаете, ну и работали, я понимаю, что многие же рисковали буквально, потому что мы выезжаем, мы незнакомые люди. Причем, когда мы выезжали, мы отрабатывали весь город. Семьи нам никто не отменял. И это не о мужестве с детьми. Наталья Рачан курирует 250 неблагополучных семей. Эти милые женщины следили, чтобы родители, запертые со своими детьми в домах, тратили деньги на еду, а не алкоголь. В будни работы на ногах, в выходные на телефоне. Когда вот начался спад вот этого всего, карантина и вируса, вот тогда уже, наверное, мы где-то расслабились и поняли, что в какой напряженной ситуации мы работали. И уже тогда поняли, что психологически нам было непросто. А в тот момент, ну нет, как-то мобилизовали все силы и вперед работать. Тогда мало кто понимал всю опасность вируса, но сразу стало ясно. В защите нуждались и сотрудники центра, и их подопечные. И буквально в первые дни апреля сюда была передана партия антисептика депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Сотрудники центра обрабатывали санитайзером руки, передавали его многодетным семьям. Я искренне вам благодарен за, наверное, ваше отношение к своему труду и за верность своей профессии. Более чем уверен, что люди, которые от вас получили эту помощь, молятся на вас. Ежедневная помощь не единственное, что делал Центр соцзащиты Октябрьского района. В 2020-м ковидном году здесь оборудовали комнату для занятий спортом для детей из неблагополучных семей и реабилитации инвалидов. Вот здесь, скажем так, подвешивается, и он может передвигать ножками, находясь вот в таком подвешенном состоянии. Клетка с растяжками, велосипед, шведская стенка и другое спецоборудование. Для многих мам это единственная возможность заниматься с ребенком. Работы в центре много, адресная помощь продолжается. Внимание подопечным требуется часто и вне рабочего дня. Поэтому слова благодарности и подарки очень приятны и дают новые силы. Поздравляю вас с наступающим. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.